Друзья, чуть более шести с половиной лет назад в базе автозвука произошло, можно сказать, историческое событие, так как в нашем ассортименте впервые на рынке были представлены светодиодные люстры. Светодиодные фары сразу же впечатлили многих автомобилистов своей ценой, яркостью и компактными габаритами, так как раньше любителям охоты или покатушек для того, чтобы улучшить свет своего автомобиля нужно было прилепить на кузов две, три, четыре или шесть вот таких огромных фар, а иногда эти лопухи были даже больше. Сейчас же одна светодиодная балка размером примерно метр на восемь сантиметров вполне может заменить собой десять огромных фар. Именно тогда, шесть лет назад, когда у нас в продаже появились корейские, а не китайские фары HP-TEC, мы оснастили один из наших автомобилей такими приспособлениями. И собственно говоря, на протяжении всего этого времени данные фары работают безотказно и ни разу нас не подводили. Как вы уже успели заметить, передняя фара отличается от задних не только размерами и количеством светодиодов, но и их размером. Именно по размеру и мощности светодиодов модельный ряд HP-TEC можно разделить на две линейки с 3-х ваттными и 10-ти ваттными диодами. Сзади у нас стоит две фары с 3-х ваттными диодами. Здесь 8 диодов от компании Cree, каждый из которых имеет световой поток 270 люмен, а в сумме одна фара дает 2160 люмен. Спереди у нас стоит балка на 20 10-ти ваттных диодов, каждый из которых имеет световой поток 900 люмен, а значит в сумме у нас здесь 18 тысяч люмен. Но даже услышав столь впечатляющие характеристики, понять на словах насколько яркие эти фары невозможно. Поэтому сейчас мы дождемся темноты и вместе с вами поедем в лес на покатушке. А пока солнце садится за горизонт, у меня для вас приятная новость. 7 сентября в сети магазинов базы автозвука и в национальном интернет-магазине автозвук.ua стартует распродажа на фары HP-TEC со скидкой 40%. Ссылка на весь ассортимент фар HP-TEC будет в описании к видео, так что заходите, выбирайте, заказывайте и присоединяйтесь к нашей ночной поездке. Как видите 18 тысяч люмен это достаточно яркий и в некоторых случаях даже пугающий свет, что касается обычного автомобильного света, то примерно такую картину вы будете видеть со стандартными галогенками, если решите выехать на своей машине в лес. Этого света на мой взгляд абсолютно недостаточно, чтобы чувствовать себя уверенно, поэтому вы можете захотеть поставить какой-нибудь там ксенон, либо что-то на его подобии. Если вы вдруг захотите это сделать, то две фары HELLO, которые расположены у нас на капоте, светят примерно вот так. И это при том условии, что там стоят не галогенки, а уже ксенон. Конечно, такой свет уже намного интереснее, чем штатный, но тем не менее, он абсолютно не дотягивает до вот такого света, который нам обеспечивает наша люстра. То есть сейчас мы едем исключительно на верхней люстре, которая имеет рассеянный свет. И вот этого света на бездорожье в темном лесу более чем достаточно. Теперь еще раз. Вот так темно в лесу, вот это штатный свет, а это люстра на 18 тысяч люмен. При этом у нас еще есть две мини-люстры, так сказать, которые установлены сзади. Они нам тоже помогают, потому что в лесу приходится, особенно на незнакомой местности, разворачиваться много. А здесь всякие кусты и деревья. Сейчас мы посмотрим, как работают задние фары. Задними миниатюрными фарами ситуация выглядит таким образом, что их света вполне хватает для того, чтобы в полностью темном лесу нормально снимать видео, и вы могли меня хорошо разглядеть. В общем, как видите, минимального комплекта, состоящего из не самой большой и самой яркой люстры и двух вспомогательных ламп абсолютно достаточно для того, чтобы ездить даже в самый темный лес с самой темной ночью. Например, я сейчас абсолютно спокойно езжу по незнакомой местности. Я здесь первый раз и мне абсолютно комфортно. В общем, HP-TEC это невероятно яркие и надежные корейские светодиодные фары, которые вы благодаря нашей акции можете купить по самой низкой цене. На этом, как обычно, все. Если данный видеоролик вам понравился, поставьте ему лайк и подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok